Завтра нас ждет очень интересная игра. Считаю, что Лацо одна из лучших итальянских команд. Когда анализировал их, рассматривая, изучали их, увидели, что у них очень много интересных вещей, игровых задумок. Поэтому для того, чтобы одержать завтра победу, победу над ними нам нужно показать будет все свои лучшие качества. А победа нам завтра очень нужна. Поэтому мы должны победить. Сильный соперник. Я считаю, что они фавориты нашей группы. И завтра предстоит тяжелая, наисложнейшая игра. Все, наверное, прекрасно понимаете, что у нас нет основных лидеров нашей команды. Но мы бросимся с силы и нам уже терять нечего. Мы хорошо разобрали соперника. И постараемся воплотить это все в завтрашней игре. Маркус, скажите, пожалуйста, тренировка должна была начаться в 12 часов. В итоге началась на полчаса позже запланировано. В связи с чем в последний момент было принято такое решение? Потому что я про вас просто забыл. Шучу. Обычно, да, всегда мы начинаем вовремя. Но сегодня задержались из-за того, что была теория. Разбирали соперника. Поэтому чуть больше времени на это ушло. В связи с чем и связана задержка. Маркус, по игрокам, кто завтра точно не сыграет в матче с Латсо, как проходит восстановление Рифата Жамалединова. И готов ли Федор Смолов на 90 минут, может быть? Да, я могу сказать, что ситуация по поводу заявки на завтра чуть лучше, чем на предыдущий матч. Потому что на прошлой игре просто была ужасная ситуация. В плане того, что очень много игроков не смогли принять участие. Не могли принять участие в игре. Сейчас чуть получше. Чуть больше вариантов у нас есть. По поводу Рифата могу сказать, что, скорее всего, он не сможет завтра принять участие в матче. А по поводу Смолова очень даже вероятно. Да, мы рассматриваем его. Возможно, это может быть опцией. Какие ваши ощущения, когда играете против названных двух игроков? Ну, мне кажется, я играл посильнее. И Милинков, Савич, и других футболистов, которые есть в Латсо. А как мы будем против них действовать, наверное, вы завтра увидите это все в игре. И, безусловно, завтра нам нужно будет игровое равновесие между атакой и обороной. И как только у нас появятся моменты для атаки, конечно, ими нужно будет, малейшими, пользоваться. Нужно будет бежать в штрафную, заполнять ее. Но при этом ни в коем случае не забывать об обороне и сыграть организованно. До этого было сказано, что очень много времени уделяли теории и изучали технику игру Латсо. И что вы можете сказать вот об этом игроке и Маурицио Сарди? Не хочу говорить о каких-то конкретных игроках соперника. Могу только сказать, что команда у них действительно очень сильная, с индивидуально сильными игроками, безусловно. Надеюсь, те задумки, те наработки, которые мы тренировали в последние дни, сможем завтра поплатить на поле. И это принесет нам свои плоды. 18 лет назад «Локомотив» выиграл в Москве у Интера со счетом 3-0. И написал тем самым историю. Понимают ли игроки, что завтра они тоже могут написать историю? И что вы скажете им перед игрой? Я знаю, что игроки знают об этой победе. И в принципе мне их не нужно мотивировать. Но специальной мотивации никакой не будет, потому что и так все знают, что Латсо это очень топ-клуб. И в принципе настраивать перед такой игрой никого не нужно. Дмитрий, скажите, как думаете, достаточно прохладно в Москве? Латсо решил тренироваться и давать пресс-конференцию у себя дома. Сыграет ли погода в нашу пользу? С учетом того, что, наверное, все-таки более к этому привычно, а Латсо приедет сегодня очень поздно вечером. Не могу сказать честно, как это сложится для них. Но мы-то привыкли к такой погоде. А то, что они прилетят вечером, там никакой разницы. Завтра футбольное поле, и там все будет понятно. Что они замерзнут, ну, не знаю. Как испанцы во время матча молодежи, допустим, жаловались на это как раз? Ну, пускай жалуются. А мы играли там, у них жарко было, мы тоже не привыкли к этому. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин